всем добрый вечер привет не запланированы прямой эфир у меня есть 30 минут и я перекусил сделал то что было необходимо сделать подготовил расписание встреч на ближайшие дни до конца недели и собственно говоря наверное я готов ответить на ваши вопросы плюс я заготовил такую интересную тему о которой я не говорил публично и мне кажется она важна для понимания каждого человека это касается не только неврозов да это касается в целом наших результатов вот ее эту тему можно экстраполировать как на невротические истории так собственно говоря и на жизненные истории но прежде чем мы перейдем к этой запланированной теме давайте немножечко я поотвечаю на ваши вопросы до которые наверняка накопились добрый вечер здравствуйте и пожалуйста я понимаю что никто не готовился и для вас удивительно в какой-то степени но я думаю что вы сформулируете вопрос я готов белком или мы начнем тогда сразу с темы да может быть я расскажу тему а уже потом мы поотвечаем на вопросы может быть так будет лучше еще раз всем добрый вечер да пожалуйста как вы относитесь к это хилингу никак без интереса отношусь так добрый вечер здравствуйте ваш прогноз про коронавирус ну давайте про коронавирус а потом тему которая подготовил значит действительно такая злоба дня что ли да смотрите значит у нас есть одна проблема я не знаю для чего она создается и может быть людям скучно или это какие-то экономические вопросы да но вы знаете количество заболевших людей коронавирусом в мире в мире да я подчеркиваю там где-то 85 тысяч по моему заболевших смертность там две с половиной тысячи человек то есть это 2 и 8 около трех процентов пройти вирус со смертностью 3 процента но это немножко странно потому что от обычной внебольничной пневмонии до который является например осложнением гриппа или осложнением при сопутствующих заболеваний показывает гораздо большую процентную статистику если бы коронавирус имел 30 50 процентную летальность вот это была бы уже проблема но мы имеем летальность около трех процентов и мы имеем такую всеобщую истерию по этому поводу это значит первое что я хочу сказать что процентная летальность коронавируса она никаким образом не выходит за какие-то даже рамки обычной внебольничной пневмонии от которой ежегодно умирают гораздо больше людей это первое значит второе проблема коронавируса не совсем в коронавирусе да а проблема коронавируса в экономической ситуации которая создается ввиду вот этой вот истерической такой состав ситуации когда они работают у меня у партнеров не работают фабрики в китае закрываются логистические центры люди значит в тревоге в панике перестают пользоваться там какими-то услугами и благами и вот это все создает гораздо больше вреда и проблемы чем смертность от коронавируса а мы же не знаем что в пятидесяти процентах случаев да коронавирус сообщен проходит бессимптомно то есть сидит куча людей на карантине у которых есть там в крови в мозгах этот самый несчастный коронавирус у них нету каких-то остро тяжелых состояний у них он проходит практически бессимптомно да и как бы в 50 процентах случаев это даже так значит кто умер до от коронавируса как показывает статистика как правило это пожилые люди что в принципе объясняет ту летальность которая показывает вне больничная пневмония в принципе то есть вне больничная пневмония в мире показывает примерно ту же летальность на ослабленный организм старческой инволюции тяжелые хронические обструктивные заболевания легких какие-то базовые сопутствующие заболевания и так далее то есть в принципе летальность и портрет человека до который вот в зоне риска это как правило уже люди в глубоком возрасте да вот и что собственно говоря соответствует обычному прогнозу воз по гриппу или по пневмонии там после 60 там 70 лет нет тут ничего уникального большая проблема коронавируса я опять подчеркиваю не в коронавирусе а в экономической ситуации которая вокруг этого всего дела развивается как оно так случилось и почему вопрос поэтому здесь моя позиция здесь такая если мы пойти если бы коронавирус был бы очень токсичен очень летален то мы бы видели совершенно другую картину мы бы видели совершенно другую статистику мы бы видели совершенно другие проценты и в общем-то все было совершенно по-другому мне 36 вот давайте тогда поговорим сразу о той теме которую я хотел вам озвучить чтобы вы не скучали да значит с коронавирусом будут вопросы какие-то уточнения может быть как не нервничать в лифте это потом да спасибо за развернуто но просто опять эти люди не очень интересуются реальными они любят вот как-то нагнетать да также с неврозами возникает собственно говоря люди не разбираются что такое тахикардия люди не разбираются что такое экстрасистолы люди не разбираются что такое анафилактические реакции люди не разбираются что такое самое соматические заболевания что такое функциональность стаи они в этом не разбираются да и на фоне этого возникает такая общая тревожность ложная я рассказал с коронавирусом она очень похожая история когда нагнетается такая история но не разобравшись конечно люди подвержены всяким тревожным настроением ну давайте тогда я понял там вопросы стандартные давайте тогда поговорим с вами о той теме значит тема называется тактика и стратегия тактика и стратегия как вам кажется чем отличается тактика от стратегии и как это можно применить в нашей с вами жизни здесь огромное количество людей делают ошибку я рекомендую вам сейчас это записать если у вас есть чем записывать либо посмотреть потом еще раз этот эфир и глубоко на эту тему задуматься потому что возможно я сейчас отвечу на многие ваши вопросы почему у вас не получается возможно почему вы болеете тревожным состоянием да находитесь тревожным состоянием возможно эта тема она откроет вам глаза на очень многие вещи тактика и стратегия тактика и стратегия давайте об этом поговорим что такое тактика и что такое стратегия это вопрос номер один тактика как сделать а стратегия а стратегия к чему идем и что хотим не совсем я здесь с вами соглашусь тревога и невроз одно и то же нет ни одно и то же итак что же такое тактика и стратегия давайте думать учиться у нас школа эмоционального интеллекта все таки а не школа обезьян что такое тактика и стратегия стратегия больше вариантов нет тактика более размыта стратегия более конкретно нет стратегия глобальная стратегия рассчитана на перспективу но не совсем откуда у вас такая гипотеза что меня любят все девушки россии я с вами не согласен абсолютно но смотрите значит давайте запоминаете потому что дальше мы должны разбираться в этом очень хорошо стратегия это то что вы хотите получить еще раз стратегия это глобальная цель что вы хотите ваша стратегическая задача например там не знаю стоять нисок это все Предположим, это ваша стратегическая задача – стать директором. Или ваша стратегическая задача – открыть шоу-рум или магазин или салон. Вот это ваша стратегическая задача. А что же такое тактика? А тактика – это то, запоминайте, какие у вас есть ресурсы и материально-технические, интеллектуальные капиталы и возможности для реализации этой стратегии. Еще раз, стратегия – это то, что я хочу, а тактика – это набор прикладных инструментов и ресурсов, которые вы будете использовать при достижении этой стратегической цели. Это фундаментально важно понять. Так вот, ошибка заключается, и тут две ошибки, давайте это запоминать. Значит, первая ошибка – люди думают, что сначала надо поставить себе стратегическую задачу, а потом ее решать. Минуя самое главное и самое важное – они не оценивают тактические инструменты, которыми они обладают. Вот, проще говоря, вы говорите, я хочу получить вот эту стратегическую задачу, а как я ее буду получать? Разберемся по ходу пьесы или мне это не важно, я хочу вот такую задачу получить. И что же получается? Получается, что человек пытается реализовать тактическую, стратегическую цель, не отдавая себе отчет, что у него нет для этого тактических инструментов. Вот это сейчас фундаментально важно всем понять, да? То есть человек пытается, например, стать директором, открыть салон, но у него нет для этого ресурсов тактических. У него нет моральных ресурсов, у него нет профессиональных ресурсов, у него нет должных финансовых ресурсов, у него нет должных материально-технических ресурсов, У него нет должных административных ресурсов и прочее, прочее, прочее. То есть, получается, человек бьется головой о стратегическую задачу, и она, естественно, идет по одному известному маршруту, теряя здоровье, теряя капитал, теряя деньги инвесторов, теряя здоровье, потому что у него нет готового набора тактических инструментов, которые способны, я подчеркиваю, реализовать эту стратегическую задачу. Поэтому, когда мы ставим перед собой какую-то задачу, да, вот стратегическую, нам всегда нужно взвешивать, насколько в данный, я подчеркиваю, в данный момент времени вы обладаете определенным тактическим ресурсом. Можно ли с помощью тактических ваших ресурсов реализовать на данный момент эту стратегическую задачу? Если переносить это на военную, как бы, тематику, она будет сейчас вам очень понятна. Но представьте себе, что у вас есть стратегическая задача захватить какую-то высоту, да. На высоте, значит, закопаны по периметру высококалиберные пулеметы, да, скорострельные пулеметы по периметру. Соответственно, командир сидит и говорит, вот у нас есть такая стратегическая задача захватить высоту. И командир адекватный, да, главнокомандующий, он задает вопрос самому себе и своим подчиненным, а какие у нас есть тактические инструменты? И он говорит, у нас есть там 300 человек пехоты. Замечательно. У нас есть там ночь, да, темнота. Замечательно. У нас есть дымовые шашки. Замечательно. Что у нас еще есть? И тут начинается взвешивание тактических инструментов. Если у вас поддержка авиации, если у вас артиллерия, если у вас какие-то прочие военные тактические инструментарии. Потому что если командир говорит, мне нужно захватить высоту, это моя стратегическая задача, и я пойду просто, вот 300 человек пойдет в эту самую гору, то эти 300 человек будут положены. Второй вариант. Человек говорит, у меня есть 3000 человек, и все. Это единственный мой, значит, тактический ресурс, и мы пойдем ночью под прикрытием, значит, темноты на гору. Возможно, ночь и 3000 человек позволят захватить эту высоту. Но, внимание, вопрос, какой ценой. Скорее всего, скорострельные пулеметы по периметру положат больше половины вашего личного состава. Тогда возникает вопрос, насколько ваши потери, скажем так, оправданы этой стратегической задачей. Запомнили? Возможно, вы станете директором отдела. Возможно, вы откроете салон. Возможно, вы захватите высоту. Ну, какой ценой. И вот здесь многие люди, не соотнося наличие тактических инструментариев, наличие потерь, которые они понесут, они, соответственно, начинают делать глупости. Либо теряя здоровье, либо добиваясь этой стратегической цели, и там уже непонятно, что с ними происходит. Мораль сей басни какова? Всегда имейте понимание, что вам надо анализировать, насколько в данный момент времени ваши тактические инструментарии и реалии способны реализовать цельные стратегические цели. Второе. Когда наши стратегические цели являются невротическими амбициями, являются не прагматическими, а невротическими амбициями, у нас отключается вот здесь как раз таки понимание тактических инструментов и какой ценой. Вот это всем понятно, да? И вот когда у нас есть невротическая задача перегнать кого-то, обогнать кого-то, похвастаться, доказать кому-то или себе что-то, мы начинаем фактически идти на пулемет, теряя силы, теряя ресурсы, теряя людей, теряя отношения с партнерами и людьми, просто потому что хочется достичь некой стратегической невротической цели. Вот глубокое понимание философии вот этого, оно, во-первых, поможет вам сохранить здоровье, потому что, и сохранить ресурсы, да? Потому что, возможно, сейчас такая ситуация, что у вас нету достаточных тактических инструментариев для реализации этой стратегической цели. Но сделайте по-хитрому, отложите эту цель до тех пор, пока у вас не будет поддержки артиллерии, авиации, да? Пока там еще что-то не произойдет. Ведь на самом деле командир, который видит перед собой высоту с пулеметами, он, скорее всего, подождет до тех пор, пока эту высоту не обработает авиация, пока ее не обработает артиллерия, пока не будет проведена такая большая массивная тактическая работа, после которой, да, уже там можно говорить о какой-то рациональном штурме, скажем так. А в жизни у нас все через одно место. Мы ставим перед собой амбициозные тактические, стратегические задачи, совершенно не соотнося их со своими тактическими инструментариями, и идем на амбразуру просто потому, что нам, вот у нас есть такая невротическая идея, да? Это же прослеживается у моих клиентов в бизнесе, это же прослеживается у моих клиентов в личной жизни. Примеры привести вам. Когда в бизнесе, когда в бизнес человек приносит цель доказать, перегнать, и вот все, что я говорил выше, да, он начинает терять деньги, он начинает терять репутацию, он начинает нервничать, потому что вся его задача – это реализовать тактическую, стратегическую задачу. Но при этом у него нету тактических инструментариев для этого. Начинаются проблемы. В личной жизни, если ваша стратегическая цель – сохранить этого человека, потому что у вас есть невротическая привязанность, если у вас в жизни есть стратегическая задача быть, значит, сделать семью, потому что вот семья докажет, что вы там какой-то правильный, нормальный, хороший сын, там, дочь или человек, при этом реальные тактические истории заключаются в том, что вы не подходите друг к другу, разонравились друг к другу, не находите общих смыслов, не можете взаимодействовать. То есть у вас нету тактики, тактических инструментов, да, для того, чтобы эту цель реализовать. Но мы продолжаем жрать кактус, знаете ли, мы продолжаем жрать кактус в бизнесе, мы продолжаем жрать кактус в личных отношениях, мы продолжаем жрать кактус на работе, потому что сама по себе стратегическая задача изначально невротическая. И эту же тему, откуда она вчера пошла, я говорил вчера о переутомлении, да. Вот я писал в Инстаграме пост, и в Телеграме делал подкаст. Как это перенести на переутомление и выгорание? Да очень просто, но логически, да, вы сейчас все это поймете. Если у человека есть тактическая цель невротических амбиций, и он не соотносит их со своими реальными способностями, со своими реальными возможностями, со своей реальной инфраструктурой, со своими реальными личными особенностями, то он – это тот самый командир, который идет на высоту, и, естественно, он положит себя и положит свое здоровье. Вот почему очень много невростынии образуется в классификации неврозов, да, потому что, вспоминая определение, если вам интересно, невростынии, да, как одного из типов внутреннего конфликта, это неадекватное соотношение своих желаний и реальных возможностей. Вот вам клиническое определение неправильного понимания тактики и стратегии. Я повторю, неадекватное соотношение своих целей и желаний, и своих реальных возможностей и реальных ресурсов. Когда человек говорит, я хочу добиться этого, но при этом у него нет моральных, волевых, личностных, особенных личностных качеств, склонностей к этому, и он продолжает долбить, как бы, вот эту дверь, конечно, лоб у него будет разбит напрочь. А даже если эта дверь и раздолбится его головой, то потом он сядет, истекая кровью, весь там, значит, никакой по многим параметрам, ну, и, собственно говоря, на этом все и закончится. Он откроет эту дверь раздолбанную с раздолбанной головой и скажет, нахрена мне эта дверь в итоге-то, да? Ну, открыл он эту дверь с потерянным здоровьем, с потерянными деньгами, с потерянной репутацией, с потерянным капиталом, сел такую в эту открытую дверь и говорит, ну и че? И дальше че? И начинается самая пессимистичная история, что оно того не стоило. Вот, собственно говоря, это та тема, о которой я хотел сегодня вам объяснить и рассказать в прямом эфире инстаграма, потому что если вы глубоко поймете вот эту штуку, то, возможно, это вам поможет найти причину ваших тревожных состояний в разных сферах вашей жизни. Во-вторых, это поможет сохранить здоровье, сохранить капитал, сохранить отношения, сохранить ваше самочувствие. Всегда взвешивайте, что такое тактика, что такое стратегия. Моя тактика, она невротическая, она прагматическая. Это первое. Второе. Есть ли у меня для этого реальные ресурсы? Вот тут многие невротики, скажем так, они начинают себя переоценивать. Они говорят, да, я смогу, конечно, я смогу. Это то же самое, что генерал говорит, да, я возьму эту высоту, конечно, мы сможем, мы смогем. Я говорю, подожди, генерал, у тебя для этого нет тактического набора, ты сейчас положишь весь личный состав. Нет, мы сможем, вперед. К сожалению, история военная знает такие амбиции, но в большинстве случаев, я вам так скажу, изучая военную историю, все вот эти вот нерациональные потери, да, и в истории Новой России они были, естественно, да, в первую чеченскую кампанию, они все были из-за идиотического, нелогического, исключительно какого-то личностного, амбициозного плана каких-то людей, где абсолютно не соотносились тактические инструменты. Привести пример. Первый штурм Грозного. Вот вам классический пример идиотского понимания, что такое тактика и стратегия. Там жили люди, да, которые с покон веков там жили, и у них в крови, в принципе, отстаивать собственные границы, собственные села, собственные дома. И это город. Вообще война в городе – это вообще отдельная тактическая история. И вот, значит, кому-то, кто-то поставил, значит, у нас стратегическую задачу захватить город, там, значит, за три дня, да, к Новому году. И говорят, а у нас есть для этого тактические ресурсы? А похер. Ну, пустим, там, две дивизии, там, да, два батальона, там, слева, справа. Ну, и типа этого достаточно. Вот тут-то как раз-таки Херас-2. Потому что набор тактических, реально прикладных инструментариев было, мягко говоря, недостаточно и, мягко говоря, не соотносилось с тем, с чем столкнулись эти люди. И, конечно, они там все полегли, к великому сожалению. И абсолютная была глупая история. Вот вам пример, как амбициозная глупость может привести к большому горю. Вот не повторяйте этих ошибок, потому что, когда вы ставите изначально идиотскую стратегическую задачу, не соотносяя это со своими реальными возможностями тактического применения, вы очень сильно попадете на большие проблемы. Вот, собственно говоря, это то, что я хотел вам сегодня дополнительно рассказать. Если у вас есть какие-то комментарии, я вас готов выслушать. У всех типов неврозов есть стратегическая цель. Абсолютно. Абсолютно. Ну, возьмем три типа классических неврозов. Это истерия, невростения и ОКР. У истерического невроза одна стратегическая цель, чтобы все было так, как она хочет или так, как он хочет. У невростейника это, значит, завоевать пост, завоевать определенные позиции любой ценой. У ОКР-щика главная тактическая идея – это быть правильным, быть хорошим и быть нормативным. Проблема в том, что эти стратегические цели, чтобы все было по-вашему, они изначально абсурдны, потому что даже имея огромный арсенал тактик, это очень сомнительно. У истерика, чтобы все было так, как он хочет. У невростейника он должен любой ценой заслужить, значит, достичь, сделать идеально и так далее. И здесь тоже кладется много здоровья, потому что даже огромный набор тактических применений. Вот, например, гиперконтроль – это стратегия или тактика, как вам кажется? Давайте порассуждаем. Я с вами сегодня, как со студентами своими, если вам от этого будет интереснее. Вот смотрите, гиперконтроль, перфекционизм – это тактика или стратегия? Гиперконтроль и перфекционизм – это тактика или стратегия? Верно, это тактика. Почему? Потому что гиперконтроль и перфекционизм – это тактика, которая должна реализовать стратегическую цель невротика. Если невротика, стратегическая цель – доказать, перегнать, быть нормативным, быть правильным, быть оцененным, то он будет использовать гиперконтроль и перфекционизм как тактический инструментарий для реализации этой тактики. Понятно? То же самое касается прочих когнитивно-поведенческих стереотипов. Все это является набором тактик для того, чтобы реализовать свою стратегическую цель. Идем дальше, хотите глубже. Значит, дальше это будет выглядеть так. Когда невротик болеет невротическими расстройствами, скажем так. Запоминайте, когда у него какое-то время работает его тактический арсенал для реализации его стратегии. Например, в юности с помощью определенного поведения он достигал какого-то результата. Внимание, послушание, нормы правил. А потом с возрастом, со временем этот набор тактических инструментариев перестает работать. Все, у него начинается кризис, потому что больше его тактические арсеналы не реализуют его невротическую стратегию. Вот вам, собственно говоря, как тема тактики и стратегии применяется в неврозологии. Надеюсь, вы все это понимаете. Поэтому, если вы научитесь понимать свою основную стратегическую невротическую линию, если вы начнете разбираться в тех тактиках, которые вы к этому применяете, если вы сможете подвергнуть свою невротическую стратегию сомнению, взвесите тактические инструментарии, сделаете это балансированно, тогда никаких тревожных расстройств у вас не будет. Дед, спасибо за внимание. Я надеюсь, вам было сегодня полезно и интересно. Ваш Алексей Красиков, Школа эмоционального интеллекта. До встречи. До свидания.